Я хочу напомнить, что сам детектив с Насировым начался вчера, ближе к ночи. Главное местодействие – больница Феофания. События там разворачивались динамично и очень бурно. Вот посмотрите, как все было. Вечер больницы Феофания. За этим забором спецназ НАБУ и антикоррупционная прокуратура пытаются вручить подозрения и задержать главу фискальной службы Романа Насирова. Журналистов на территорию не пускают. Ну, надо дозволить, вышел руку. Разрешение, видимо, нужно и правоохранителям. Похранителям на территорию-то они попали, но зайти в отделение, где лежит Насиров, не могут. Вахтер не пускает. Приказ честь. Головного лекаря наказ не вычинять співробітникам НАБУ, так? Нет, просто есть расписание. Я бачу. Приходите в утро. Пока ждут, к журналистам выходит прокурор. Говорит, Насиров проходит по так называемому газовому делу Онищенко. Насиров подозрюється в чиненні дій умисних в інтересах Олександра Онищенка, що виразилися в прийнятті рішень про безпідставних рішень, про розстрочення рентной плати за видобування корисних копалин, наслідком чого стало ненадходження до бюджету 2 млрд грн. Почти два часа правоохранители ждали у отделения. Вместе с ними и адвокаты. Их приехало около десятка. Но кто будет представлять интересы Насирова именно в этом деле, не знают. Также не могут с ним пообщаться. Около 11 ночи детективы и спецназ НАБУ все же заходят внутрь. Но опять преграда. Путь в палату закрыт. На этот раз у входа врачи. В итоге спецназ и детективы прорвались в палату к Насирову и зачитали ему подозрения. Адвокаты уверяют глава. ГФС в этот момент был без сознания. Позже адвокаты выкладывают видео вручение подозрения. Был или не был в сознании. В прокуратуре обещают выяснить и проверить. А вот нардеп, который приехал в отделение больницы, уверен, Насиров болезнь симулировал. Так или нет, опять же будут проверять в НАБУ и прокуратуре. Примерно около часа ночи Насирова перевозят из одного отделения в другое реанимационное. Говорят, состояние здоровья ухудшилось. Третий корпус кардиореанимации. Какой диагноз подскажите, пожалуйста? Вы доктор? Инфаркт миокарда. Что интересно, попал Насиров в больницу в тот же день, когда НАБУ проводила обыски у него дома и в офисе. По данным адвокатов, с гипертоническим кризом. Они уверяют, не было необходимости задерживать его ночью. В САП убеждает в обратном. Подстава для затримания, которая была назначена в протоколе затримания, она даёт подставу для затримания, исключительно в том разе, если у органов досудового расследования есть подставы, визначенные подставы, вважать, что особа подозрювана может скояти втечу. Если человек находится в стационаре, каким образом она может это сделать, неизвестно. Кстати, день рождения у Насирова сегодня. Ему 38 лет. И его уже успели поздравить нардепы из БПП в своём чате. Желают здоровья и справедливого расследования. Меру пресечения, скорее всего, будут выбирать Насирову завтра. Прокуратура станет требовать ареста. Об этом уже сегодня рассказал глава САП Назар Холодницкий. Его коллега, глава НАБУ Артём Сытник, тоже пообщался с журналистами. И заверил, вахтёр, который никого не хотел пускать в отделение, следователям не мешал. Мы пытались не засуществовать силу. Как такой противодействий, как сейчас читаю, вахтёр остановил всесильный НАБУ. Смешно читать, потому что действительно была данная указка не засуществовать силу без наявления для этого подставов. Подставник было. Отповедно, были проверены разъяснения медперсоналу. Напомню, это не первый скандал с Насировым. Вот недавно был конфликт с министром финансов Данилюком. Тот попросил на ПК проверить, за чей счёт глава ГФС летал на инаугурацию американского президента. Конфликт у Насирова был и с уже бывшим руководителем Одесской таможни Юлией Марушевской. Она рассказывала о таможенных схемах, которые якобы контролировал через своих людей сам Насиров. Был и офшорный скандал. В расследовании принимают участие и латвийские правоохранители. Они подозревают, что фискалы и таможенники оформляли товары по заниженной стоимости путём подделки документов, за что через офшоры получали вознаграждение. А ещё в ГФС загадочным образом пропало 3 терабайта данных ведомства о налогах, НДС и нарушениях налогового законодательства. Анна Каменева, Александр Васильченко, Алексей Кучеренко, Сергей Ерёменко. Подробности телеканал Интер.